Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я впервые в жизни буду красить себе брови. Надеюсь, вы мне составите компанию, потому что я прям дико волнуюсь и надеюсь, что все получится. Я тут купила целый набор для домашнего окрашивания бровей от Estelle, их линейка Enigma в цвете Grafit. Кстати, идею к этому видео подсказала мне моя подписчица и подружка. Зовут ее Арина, привет тебе! Кстати, у меня здесь на холодильнике висит ее открыточка. Спасибо тебе еще раз огромное! Надеюсь, это тот продукт, который она мне рекомендовала. В комплекте у нас идет сама крем-краска, проявляющая эмульсия, две палочки для нанесения и размешивания, вот такой вот пластиковый колпачок, где мы будем это все замешивать и патчи, так как краска идет и для ресниц тоже. Но сегодня мы, естественно, их не будем использовать. Я взяла единственный серый оттенок, надеюсь, он мне подойдет. Так, давайте я сейчас быстренько смешаю все ингредиенты в пропорции и вернусь к вам. Будем пробовать наносить. Ну что, я уже смешала ингредиенты, время наносить краску. И хочу последний раз запомнить брови, которые у меня были до. Вот так, кстати, выглядит сама краска. Специальной палочкой, такой лопаткой изогнутой, я набираю продукт и начинаю наносить его. Наверное, будут логичнее со средины бровей, потому что всегда хвостики менее интенсивного цвета. Я вышла. Так, давайте сразу подправлять, иначе чувствую, что не так покрасится. Кстати, такой лопаткой очень удобно наносить продукт. Да и вообще, хорошо, что все идет в комплекте, не нужно париться по поводу мелочей. Просто вникаешь в процесс и все. Боже мой, она какая-то сейчас фиолетово-синяя, я дико нервничаю. Надеюсь, все будет нормально. Мне кажется, что я слишком много намешала краски. Здесь, кстати, странно указаны пропорции и очень легко ошибиться. Надеюсь, я этого не сделала. Странно, что вот щеточки для бровей не идет в комплекте. Сейчас мои брови ярко-фиолетового оттенка. И мне остается выдержать 10 минут, чтобы это все не смыть и не послать к черту. Ну что, 15 минут уже прошло, и время посмотреть на первые результаты. В частности, сейчас снимем краску с левой брови. Боже, мне так страшно. Пока все фиолетовое. О, боже мой. Может, у меня лучшая затея была? Слушайте, неплохо получилось. Конечно, здесь прям непрорисованная идеально бровь, но в целом очень даже натурально. Больше всего впечатлило то, что хвостик отлично просто однородно прокрасился. И теперь мне не нужно будет заморачиваться с тенями слишком много. Возможно, я уже буду обходиться только гелем для бровей. Вот здесь у основания еще видно много проплешин. Хвостик. Вот именно хвостик бровей мне прям очень нравится. Сейчас подождем еще пару минут и будем снимать правую бровь. Так, главное, чтобы ни одного цвета у меня получились. Насколько я помню, это профессиональная оттеночная краска, которая окрашивает только саму волосинку, а не кожу вокруг нее. Поэтому вообще должно все быть мега натурально. И кажется, я угадала с цветом. Единственное, для ресниц такой интенсивности определенно будет мало. Знаете, когда я смотрю в зеркало, я вижу результат. Брови хоть и натуральные, но цвет стал намного глубже и насыщеннее. И, кстати, более однородным. Потому что хвостики бровей у меня всегда были очень светлые, как будто даже выгоревшие. А сейчас как будто все в балансе. Но как только я перевожу взгляд на мониторчик камеры, у меня как будто исчезает половина бровей. И вроде бы ничего-то не изменилось. Напишите вы мне в комментариях, видите ли вы разницу. На этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте дать мне знать своим пальчиком вверх, внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok